каким-то бы в детстве жуликов нормальным ребенком я был я думаю что вот когда я стал подростком тогда ну я считаю что я был трудным подростком что ты что тебе хотела сделать туда было так что понять не особо не думаешь о том что ты хочешь делать просто что-то делаешь бегаешь там по улицам ну понятно что в школу ходить не хотелось а вот я так не скажу что в школу ходить не хотелось я в школу ходил тебе было там интересно перемена я в школу ходил и я их про в школе учился другой вопрос о том как и там учился да но учитель учился я по профессии я столяр ровно месяц проработал спалером что самое интересное это из школы вынес хороших друзей есть друзья создала да это важно я думаю для которого для любого человека это важно именно школьные друзья школьные тоже друзья из того времени когда ты подросток это каждому ваш с одноклассниками встречаешься есть которыми встречаемся переписываемся есть такие с которыми общение вообще никакого общения ты замечаешь что они выросли нет я потому что я сам считаю что они вирус а почему так считаешь потому что наверно мы же сами не не замечаем сколько у нас лет и и так далее да об этом вспоминаем когда мы смотрим на своих детей на и я всегда был и буду молодым или или в паспорт приходит и за или паспорт приходится смотреть на есть какой-то параметр по которому можно определить человек вырос или или не я думаю что нет я думаю что в каком-то роде мы всегда остаемся детьми она она да есть одна сторона которую мы показываем там лично да но как как в обществе принято как должно быть на но на самом деле мы же в душе всегда остаемся какой-то долю детьми на но и для своих родителей любишь радиоуправляемого машинка до то чего в моем детстве не было ну да так что я думаю что в какой-то в какой-то мере мы всегда остаемся детьми хочешь от деда мороза дрон конечно хочу как тебе пришла идея вообще что нужны такие центры причем так много с такой широкой географии по латы и перед этим чем-то занимался что вдруг или может быть не вдруг вот так что мы организовали некоммерческие мероприятия и там были волонтеры несколько из этих ребят оказалось что они уличные ребят мне не очень не нравится делить уличные нормальные и как-то но они были уличные ребята мы начали им организовать там посещали музеи выставки и выполнили что нам нужно ну надо свое место какое-то и так появился этот первый центр я очень хорошо знаю эту среду потому что я сам раньше любил гулять и тогда ну решили что надо создать такое место и не планировал что этих центров будет так много они начали с одного центра и это само собой как-то пошло все сам образ центра ты скопировал откуда-то или он родился нет нет не скопировал просто создали место куда они могут приходить просто проводить свое время здесь за ним никто не присматривает вот я хотел спросить по поводу правил нахождение здесь они же разрывают ну да конечно правило очень простые все что засеет для них среда будет здесь такая ну какой и и будки содержать на полы посуду и самое главное условие это то что наша дружба будет продлеваться так долго сколько мы сможем друг друг доверять если у меня появится хоть какие-то подозрения о чем-то плохом здесь даже диалога не будет как ты думаешь насколько для них доверие важно это самое главное это самое главное поэтому у нас есть и такое как девиза что мы доверяем и даем возможности это их выбор воспользоваться этими возможностями или не самое главное доверие у нас никаких проблем нет ты один управляешь центром да как это получается 10 центров или сколько уже один 11 видишь я не успеваю задавать как это получается ночью просто потому что мне не просто но на самом деле он как они сами управлять центрами я здесь гость не они они я здесь просто так не приезжаю я приезжаю только туда куда им что-то надо продукты когда я привожу я скажу конечно может быть эту модель управления как раз таки можно перенести на а госуправление на коммерческий возможно а сеть по сути да да можно попробовать перенести на коммерческую основу или на государственную основу я не знаю но учитывая сколько у нас чиновников которые один над другим следят за другим и так далее да надо было бы попробовать я я думаю что это бы сработало но я думаю что наши чиновники к этому не готовы это да это понятно им это не надо конечно им надо как раз таки чтобы больше больше до 1 гражданина 4 чиновника да ты последнее время общаешься с министрами с госсекретарями и так далее они тебя слышат служит или для чего им вообще это на самом деле моя цель очень много неправильно думать что я иду за финансирование да нет нет государства никогда не брали никогда не будет брать деньги но я иду к ним по очень простой причине я очень хорошо понимаю почему министр не знает реальную ситуацию но они должны они узнать я скажу почему они не знают потому что от кого они получают информацию они получают помощников от значит организации которые существуют благодаря государственным финансирования ни одна организация как ну никто как это на русском и никто не кусает в руку которая его кормит вторая причина почему они не говорят какая реальная ситуация если они начнут рассказывать какая реальная ситуация то может ну начинаться логические вопросы как мы же вам финансирование даем и что не решать ее а вы ничего не делаете да вы ничего не делаете что ситуация настолько ужасно да и они должны и я очень по-человечески очень хорошо понимаю ну как они могут быть быть если узнать об этой ситуации если на бумаге же все красиво учреждения которые обязаны заниматься такой молодежью они не чувствуют тебя конкурентом вот эта самая глупо глупо cited нас конкурентом я даже глупо не глупо неглупо но они считают есть таких которых считают есть такие народежные организации ну в обязательства которые занимаются молодежными вопросами которые нас считают конкурентами Я на самом деле считаю так, что если ты, занимаясь молодежными вопросами в другой организации, видишь конкурента, я считаю, что таких организаций вообще надо уничтожать. Ну, одна организация не в силах. По одной причине. Если ты видишь конкурента в организации, которая тоже занимается молодежью, если ты в ней видишь конкурента, то задается вопрос, какая у тебя настоящая цель твоего проекта. Ты хочешь решить проблему или это для тебя бизнес? Да. Потому что конкуренция есть только там, где есть бизнес. Да. Если ты работаешь для цели, ты не должен во мне видеть конкурента. Ты во мне должен видеть партнера. Потому что чем больше мы будем сотрудничать, ну, чем больше мы достигнем. Логично. Мне кажется, логично. Ну, хорошо. А госструктуры, может быть, не организация, которая именно... А госструктуры? Нет. У нас с госструктурами очень хорошее сотрудничество. Мы сотрудничаем с службой пробаций, мы сотрудничаем с службами. Да. Нет, они... Здесь тоже надо понять, что... Ну, например, госструктуры... Я поэтому и министрам всегда говорю, и я публично это и говорю. Ни государство само, ни проекты, которые существуют на деньги государства, никогда не смогут, никогда не могли и никогда не сможет решать вопросы уличных подростков. Я говорю конкретно о той аудитории, которая к нам приходит, да. Потому что там, где есть деньги на налогопротивщиков, да, всегда есть план действий. Надо отчитаться, да. И здесь я не говорю по поводу отчитаться, по поводу денег. Мы также отчитаемся по поводу денег, налоговой, да. Но здесь идет уже речь о том, вот у нас... Цель у нас такая, что мы достигли этого. Ну, этих подростков ты не можешь включить никакую программу. Сегодня он здесь, завтра его может не... Ну, он может не прийти. Да, поэтому будем реальными, что... Ну, это не работает на эту аудитории. Наверное, у тебя единственная организация, которая не считает их, не ставит на учет. Да, у нас есть более... Это по всей Латвии более чем 300 подростков. Я восьмерим знаю фамилии. То есть тебе это не важно? Нет. Нет. У нас даже, когда они сюда приходят, идет к дежурному заключану, они просто подходят, говорят, здравствуйте, мне ключ, а только... Все, они ни имени не называют, ничего. А не было подозрений у дежурного о том, что... Нет. Кому он дает ключ и... Нет, нет, нет. И может ли давать? Или ты предупредил заранее, что можно... Мы заранее обговорили это и все. Давайте каждому, кто заходит, и все. Здесь идет речь о том, что им надо доверять. Это самое главное. Был инцидент, что двое подрались. Мне позвонили, что они подрались. Я приехал. Оба сфингалами. И я им сказал, я сказал так, ребята. Меня вообще не интересует, кто из вас виноват. Я не хочу слушать эти все глупости, там, о, 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 о... Я сказал так, если вы не помиритесь и не научитесь... Ну, как это Лиза поставила основу... Сосуществовать. Да, то я выгоню обоих нахрен отсюда. Подействовало? Я уехал, через 4 дня заезжаю, они сидят вместе, иксбокс играют. Да, я это опубликовал в соцсетях. И мне многие писали, да, но это, наверное, первый случай, о котором ты знаешь. Отлично, потому что будем реальными. Между подростками всегда будут какие-то ссоры и так далее. Но из наших центров не ушел ни один подросток. Это значит, это означает то, что если были конфликты, то они смогли... Их решить. Их решить сами. Да, и это уже отлично. Если говорить о самостоятельности, о самостоятельности принятия решения, о самостоятельности действий каких-то, твои ребята отличаются от тех, которые в семьях, благополучных семьях живут? Отличаются. Да, и я поэтому очень часто говорю, что очень многим есть чему поучиться от этих ребят. Чему? Самостоятельностью. Они сами готовят. Мне многие говорят, например, увидев нашу кухню, они говорят, у меня дома нет такого порядка на кухне. Все они за собой убирают, посуду моют, мне не надо им говорить об этом, мусор выносит, мне не надо им об этом говорить, цветы поливают. А это не раннее взросление? Ну, такова жизнь. Ну, что, ну, раннее, не раннее, но такая, так их жизнь сложилась. И, ну, конечно, они должны, у них отобрана возможность, ну, как это, наслаждаться детством. Детство, да. Да, но стараемся им давать возможность, ну, хоть немножко наслаждаться ей, да. У нас сейчас летом, этим летом, 157 подростков работают. А, то есть, да. Они сами нашли работу? Нет, мы им нашли, но инициатива была от них, да, и они работают. Они для себя зарабатывают или для центров? Нет, для себя. Я там вообще не лезу, это их дела, мы договорились, те, которые хотели работать, мы нашли им возможности. И, нет, они там, это их дела, они сами договариваются. Они довольны? Что? Они довольны? Они довольны, хозяева довольны, все довольны. Если мы говорим про существование центров, они не могут существовать просто так. Пожертвования. Есть пожертвования. Как-то ты говорил, что магическим образом что-то находится, что-то, вот, есть потребность, хоп, находится кто-то, кто это потребность. Да, у нас есть такие практические вещи, которые нам время от времени нужны, да. И, да, у нас, ну, у нас во всех центрах, например, мы ни одну мебель не покупали. Мы ни один компьютер, ну, не покупали. Ни одну книгу не купили, ни одну настольную игру не купили. Вот, они так и появились, вот, ты тоже пришел, принес игру, да. Ну, кто-то еще приходит, принес игру, да. Так у нас все появляется. Ни одну кружку не покупали, ни одну ложку не покупали. Ну, может быть, это мелочь, да, а более серьезные какие-то вложения. Мне не хочется делить маленькие вложения, большие вложения, потому что, ну, если по поводу финансирования говорить, да, то для нас каждый евро очень важен. Наши единственные расходы – это оплата за аренду. Ну, отопление, электричество, наверное, тоже. Ну, и коммунальные, да. Ну, и коммунальные, да, тоже. Ты не хочешь участвовать ни в каких европроектах, ни в каких государственных субсидиях и так далее, да. Ты боишься зависимости? Да, и есть еще одна цель этого действия – не только создавать центры, но и решать саму проблему, да. Если ты хочешь какую-то проблему решать, то тебе должна быть возможность громко об этой проблеме, да. И мы очень хорошо все знаем, что если ты связан с каким-то фондом, с каким-то большим проектом, ну, если я тогда позволю публично выражаться так, как я делаю сейчас это, да, то может наступить такой момент, когда мне поступит звонок и мне скажет… Об этом лучше не говорить, да. Я здесь, ну, немножко рот закрой. Да. То есть наша политика не такая, как ты ее видишь, да? Да. А тут, по сути, твоя политика. Да. Я вижу проблему, я о ней говорю. Со стороны, может быть, выглядеть, что ты решаешь одну проблему – место, где можно провести свободное время. Но проблема-то, я так понимаю, намного глубже. Да, конечно, намного глубже. Это не досуговый центр. Нет, надо понять то, что большинство уличных подростков этот образ жизни не выбрал просто так. Они его выбрали, потому что у них дома, ну, просто ужасная обстановка и ситуация, там, алкоголь, наркотик и так далее. Ты знаешь, у них даже нету нормального общения. Между собой или с домашними? Ну, вообще, со взрослыми людьми нету нормального общения, да? Со своими, ну, лидзов, сверстниками, да? Им же это необходимо для развития, да? Они должны видеть, что есть нормальное общение между взрослыми, а не такое, какое они привыкли дома видеть, да? Они, может быть, во взрослых видят угрозу для себя? Ограничение своих возможностей? Ну, есть речь, мы говорим о том, что мы доверяем им, но сначала надо добиться того, чтобы они доверяли и нам, потому что они никому не доверяют. Как ты этого добился? Я не везу им в душу, да, я там, ну, не спрашиваю, ой, кто тебя обидел, там, да? Ну, если захочет, то самое скажем? Да, да, я, здесь есть очень большая ошибка тем, что очень многие говорят, как Эдис с таким прошлым может работать с подростками? Ну, и как? Я тогда всегда говорю, я не работаю с подростками, я не работаю. Мы создаем, я создаю для них вот эти места, где они могут... Условия? Да, могут приходить и проводить свое время, да, и я с ними не работаю, они сами с собой работают. Как происходит в школах? Если ты напортачил, директор говорит, так, тебе нужно к психологу сходить, да, в школу. И что получается? Ничего не получается. Ничего не получается. Да, и здесь у нас есть, что все, например, то, что у нас здесь происходит, это инститива самих подростков, потому что бессмысленно тратить свое время, энергию для них, что-то организовая, ну, и потом пытаться их убедить, что это в жизни им пригодится, да, но это бессмысленно вообще. Я им говорю так, если у вас есть какие-то идеи, чем хотите заниматься, давай говорите, садимся за столом, вместе решаем. Возможно, это невозможно. Возможно, это невозможно. Благодаря их инициативам сюда приходят музыканты, художники, повара, спортсмены, учителя, да. Они параллельно чему-то учатся тут? Да. А во время учебного года? Они во всех центрах у нас сидели подростки и учились. То есть то, что они могут дома делать или на улице, если они уличные, да? Они приходили сюда, сидели и учились, потому что будем реально, у большинства из них даже не было технических возможностей на удаленке учиться, да. У нас люди дали портативный компьютер, и они приходили и учились. Здесь их никто ничему не заставляет, да, потому что от этого нет смысла. Потому что это та категория, которому, если ты что-то начинаешь ему говорить, вот тебе обязательно надо это, это. Все, он нафиг, поворачивается, уходит. Это давление. Да, это давление, да. Если у кого-то какие-то проблемы со здоровьем, что вы делаете? Да, у нас есть такая возможность, потому что мы сотрудничаем с двумя медиками, потому что, видишь, будем реальными, там, большинство родителей этих подростков наплевать на здоровье их подростков. Но когда у них есть какие-то проблемы со здоровьем, если, тем более, если это связано с какими-то интимными вопросами, да, то они, во-первых, они стесняются с кем-то говорить. Да, тем более со своими, ну, здесь он же ко мне не подойдет и не скажет, там, по-моему, у меня здесь, ну, к тому же я не медик, да. У них есть возможность позвонить двум этим медикам и анонимно сказать, ну. У меня тут проблема какая-то, да? Ну, и тогда он ему говорит, ну, давай, тебе надо было бы сходить вот такому-то специалисту, да? Ну, и тогда они обращаются ко мне уже, когда мы там сказали, ну, надо к такому-то, да, тогда решаем этот вопрос. Чему, кроме самостоятельности, можно было бы порекомендовать благополучным детям поучиться у твоих ребят? Ценности. Потому что, ну, в этой, без катастрофе, ценности у этих подростков совсем другие ценности. Не настолько материальные. У них, например, дружба тоже совсем по-другому воспринимается, да. Они будут друг друга выручать и так далее, да. Ценностям за ними никогда не остается еда. И здесь не идет речь только подростков из, ну, малоимущих, малоимущих семей, потому что к нам приходят и подростки из состоятельных семей, да, и после них ничего не остается. Если они приготовили, все скушают. Но они ценят это. Они ценят, да. И еще, что я могу сказать, например, мы, когда приезжаем в магазин, когда едем за продуктами, да, они всегда смотрят самое дешевое. Я им говорю, слушай, давай, ну, может быть, это, мне почти приходится их убеждать, потому что давай лучше этот хлеб возьмем, да, потому что, ну, жизнь. Это привычка. Да, жизнь не заставила к этому, и они всегда считают. Мне понравилось в самом начале, когда мы начали им деньги доверять. Вот здесь, в этом центре, парни решили картошку пожарить. Я им говорю, давай возьми деньги из банка и сходите, купите там какие сосиски, там что-то такое. Он говорит, он так не стеснялся брать, он говорит, дайте мне. Я говорю, ну, сколько мне надо? Он говорит, ну, 2 евро. Я говорю, что ты купишь на 2 евро? Он говорит, хватит, он ушел. Вернулся через полчаса с килограммом сосисками и 40 центов сдачи принес. Я говорю, как тебе это удалось? А у нас здесь такой плюс, что здесь вокруг есть все возможные магазины. Он обошел все? И он говорит, в новой Максиме акции была. Есть к чему от них поучиться. И здесь даже не идет об этих, по их отношению к деньгам. Они на самом деле больше прислушиваются друг к другу. Да, потому что, ну, они очень хорошо знают, как это, когда у тебя проблемы. Что они ценят друг в дружке? Трудно сказать, но что я знаю, что я заметил, они не осуждают так друг друга. Почему взрослым не доверяют? Потому что взрослый подойдет, скажет, ай-яй-яй, ты делаешь это нехорошо. Ну, это вообще самое глупое, говорить этим подросткам, ты делаешь неправильно. Нет смысла им говорить, что они делают неправильно. Они очень хорошо знают, что они делают неправильно. Никто из них, бросая кирпич в стекло, не думает, как же я классно поступаю. А по поводу, я вообще считаю, по поводу того, что учить, как правильно жить, ну, на самом деле, никто не имеет права кого-то учить, как правильно жить, потому что мы сами живем, большинство общества живет по принципу, что они и так думают, что так правильно, потому что им кто-то так сказал. Ну, да, или родители, или школа, или общественное мнение. Да, а почему они думают, что это правильно? Может быть, именно так, как они живут неправильно. В данный момент очень сложный, очень сложный, не живет, а имитирует жизнь. А ты чему-то радуешься? А я всему радуюсь. Я, по-моему, так много жизней не радовался, как я сейчас радуюсь. Никогда я раньше не радовался так жизнью, потому что для меня самое главное, это то, что я чувствую, что это кому-то помогает, то, чем я занимаюсь. Я считаю, что это самое главное, то еще очень большой плюс, в этом, чем я занимаюсь, что я познакомился с очень классными людьми, с очень многими. Да, и они сюда приходят, потому что им нравится наша цель, то, чем я занимаюсь, наша идея, да. И это очень многое говорит и о самом человеке, да. Ты боишься чем-нибудь? Если честно, то нет. Я, конечно, если о таких больших вещах говорить, то... Да, конечно, я боюсь там близких потерять, да. Но так... Я думаю, что нет. Не очень многому депрессия научила. И я могу сказать, что нет, не боюсь. Да, ну, конечно, чисто человеческий, я боюсь там близких потерять. Я боюсь, что с моими близкими может что-то случиться, да. Как сын относится к твоему занятию? Он не такой, как я. Если я сумасшедший, да, то... Он очень такой обдумчивый, очень хорошо учится. И я даже неоднократно говорю о том, что мне в моих 45 есть больше, чего поучиться от него, чем у своих 15 от меня. Да. Потому что, ну, давай будем реально... Это не секрет, да, что у меня очень черное прошлое и очень плохая репутация. Да. Но я ни о чем, ни о чем не сожалею. Единственное, что мне жалко, что мои близкие люди очень, ну, пострадали от того, что, ну, у меня был такой образ жизни. А так я ни о чем не жалею, потому что, во-первых, мы будем реальными, нет смысла о чем-то жалеть, изменить там... Ну, по-любому ничего невозможно. И, во-вторых, ну, если бы у меня этот образ жизни не был бы таким, то я бы на данный момент не занимался бы тем, чем я сейчас занимаюсь. когда мне спрашивали, эти, смогли вы в ближайшее время про него сейчас открыть сеансы? Я даже боился в этом говорить. И сейчас по-любому что-то поменяется, потому что все очень быстро. Ну, давай будем реальными, мы живем в мире, в котором меняется даже не по дням, а по часам уже все, да. И, я говорю, был месяц назад в Лепаре, нашлось помещение для третьего центра в Лепаре, о котором вообще он в планах не был. Кстати, вот как самоуправление относится к этим самым? А есть самоуправление, которое ищет варианты, как нам помогать, да, а есть самоуправление, которое представляется, что у нас нет. Но те, которые мешают, вам нет. Нет. Не осмеливаются. Не знаю. Есть такие города, где в мире говорят, да, у нас есть какая-то проблема, мы не можем ее сами решить, но мы будем рады. Да, так что, я всегда говорю, что надо, я не понимаю, как, ну, например, я имею в виду тех самоуправлений, которые притворяются нас, ну, как будто нас нет, да, они даже не додумываются до того, что, когда, например, эти уличные прогрессы, которые проводят время у нас, они в то время не рисуют на стенах у них. Да. Да, да. Очевидно, им больше нравится притворяться, что их нету. И мне очень понравилось, я не помню, какой публикация это была, но я что-то в Титере опубликовал, и мне один написал «Народзима Латвия». «Народзима Латвия». Да. И именно так и есть. Это, по-моему, самое лучшее описание. Ну, это не публичная Латвия, да? Да, не публичная Латвия. Мы вроде как знаем. Не для туристических... Да, да, вроде как знаем, ну, они там есть, да. Ну, давай. Ну, проблема сама собой не решится. Конечно, проблема не решается. Такая проблема всегда будет. Всегда она будет. Как бы мне хорошо не жили, такой проблема всегда будет. Но это надо понять. Единственное, что мы можем делать, стараться помочь ну, хоть какой частности у этих подростков. И то, что мне здесь говорят, что, например, у меня здесь был один разговор, я говорю, там, это было с одним депутатом, я ему говорю, ты пойми, что они на улице находятся не просто так. Они уходят из дома, потому что у них там уже ужасные условия. Он мне говорит, о, ну, тогда надо подключать там менторов, которые будут работать с этими родителями, чтобы они поменяли отношения. Я думаю, боже мой, ты сам слышишь, что ты говоришь? Там есть такие семьи, где в самом лучшем варианте этот ментор условником по голове получит, да? и здесь надо понять, что нету смысла работать с этими родителями. Это пустая трата времени, энергии, денег. Единственное, что мы можем попытаться сделать, это прервать цепочку, чтобы подростки не продолжали то, что начали их родителям. К нам приходят те, которые сами хотят что-то менять. Их не принуждают, не приводят? Я даже таких не пускаю. У нас в прошлом августе, каком это было, пришла одна мама с дочкой, и она мне говорит, я хочу, чтобы моя дочка у вас была по рабочим с трех до семи. Я говорю, нет. Она говорит, как, и в центре для всех открыто. Я говорю, да, для всех, но для всех тех, которые сами хотят. если она не захочет, так. Я от вашей дочки вообще ни одно слово не слышал. Вы приходите и говорите, я хочу. Мы здесь не садик, во-первых, и мы здесь не занимаемся воспитанием. Не камера хранения. Да, да, да. Я говорю, вы же сейчас идете, она через пару минут уже идет в другую сторону. И я думаю, что это тоже, ну, из-за этого у нас отпадает очень много, ну, какого-то негативного опыта. Ну, конечно, будет и негативный опыт, но если я на это буду циклироваться на это, ну, о каком развитии мы тогда можем говорить, да. ты можешь на камеру изобразить себя на майке? Эту? Да. Здесь самое главное не то, что у меня здесь, то, что у моего лица, а то, что написано. И что там написано? Мне на вашу правильность. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.